Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к 22 главе книги пророка Иезекииля. 22 глава довольно важная, потому что она представляет собой такой свод упреков, обвинения, обличения, которые Бог через Иезекииля обращает к избранному народу. До некоторой степени, конечно, вопрос, важнее ли эти обличения для Иезекииля, чтобы он понял происходящее, или для слушателей окружающих Иезекииля, людей, которые собираются к нему в дом, чтобы думать, говорить, молиться о происшедшем с Иерусалимом. Потому что до какой степени известны самим иерусалимлянам, так сказать, широким народным массам становятся обличения Господа через Иезекииль. До некоторой степени вопрос. Тем не менее, мы можем быть уверенными в том, что вот для последующих читателей, для последующих поколений вплоть до нашего времени, эти обличения в любом случае актуальны, имеют совершенно неприходящее значение. Именно потому, что на самом деле далеко не только жители Иерусалима, рубежа V-VI веков, до Рождества Христова, могут быть обвинены в том, в чем Господь их обвиняет. Вот смотрите, Иезекииль пишет. «Было ко мне слово Господне, выскажи Иерусалиму все его мерзости. Хочешь ли ты судить город кровей?» Итак, Господь называет Иерусалим городом, проливающим кровь среди себя и делающим у себя идолов. Вот, собственно, эти два пункта и становятся основным, главным содержанием 22 главы. Обличение в том, что город Иерусалим, жители его проливают кровь внутри себя и делают у себя идолов. И то, и другое равно оскорбительно для Бога, и то, и другое вызывают гнев Божий, идол поклонства и насилие. Обратите внимание, что в сущности многое другое, что люди думают считать более важным и более оскорбительным для Бога, остается за кадром. Вот эти два пункта. И Господь говорит, за это, за то, что ты осквернил себя, отдам тебя на посмеяние народом, на поругание всем землям. Далее Господь через Иезекииля обращается к начальствующим у Израиля, которые по мере сил, каждый по мере сил своих, все, кто были у тебя, чтобы проливать кровь. Ну и, в общем, надо увидеть здесь, по крайней мере, для той эпохи актуальную вещь. Хотя я думаю, что и для любой эпохи это актуально. Существуют в том или ином обществе люди, начальствующие, несущие большую ответственность за вообще состояние общества, за состояние народа, начальствующего Израиля. И вот Господь говорит, а они были у тебя, чтобы проливать кровь. Они были у тебя, чтобы делать обиду среди тебя, обиду пришельцу, чтобы притеснять вдову. Таким образом, люди, которые, как кажется, отвечают за нравственное состояние общества, на самом деле показывают пример деградации, пример варварства, насилия, притеснений, лжи и обмана. И при всем том, что, ну, мы понимаем, что так устроено человеческое общество, что, наверное, наверное, без этого невозможно обойтись, без таких начальствующих у Израиля. Но всякий раз, когда смотришь на этих начальствующих, оказывается, что да лучше бы их не было, потому что они начальствуют для того, чтобы проливать кровь и осквернять святыни Господни. Вот как Господь Иисус скажет в одном месте про фарисеев, по делам их не поступайте, по делам их не поступайте. И вот смотрите, дальше Господь говорит через Иезекииль об этих начальствующих в Иерусалиме вещи ужасные, клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь. Да, мы бы сейчас сказали отжимать бизнес. «И на горах едят у тебя идоложертвенное, среди тебя производят гнусность». Вообще, на самом деле, Господь и через Иезекиили, и через других пророков всегда говорит об этих вещах через запятую. Понимаете, предательство завета в отношении первой заповеди, да не будет у тебя иных богов, кроме меня, и предательство завета в отношении второй половины десяти заповедей о запрете лжи, насилия, это равновеликие вещи. Я говорю об этом с такой настойчивостью, потому что мы, в общем, склонны впадать в одну из двух крайностей. В одном случае мы говорим, «Ну, неважно, чему и как мы там поклоняемся, и какие у нас теологические теории в голове, лишь бы мы поступали порядочно». Это хорошее, ну, не самое плохое, скажем так, рассуждение. Иногда люди говорят, и, к сожалению, гораздо чаще, чем хотелось бы, что не так важно, что мы ведем себя, как кровожадные жлобы, зато у нас правильные догматические идеи. Но на самом деле в глазах божьих и то, и другое вранье, и то, и другое предательство. Какими бы правильными ни были твои вероучительные представления, если ты делаешь мерзость, проливаешь кровь, делаешь обиду, берешь проценты, рост и лихву, насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего, ты не христианин. Ну, или в данном случае не иудей, но для нас с вами важнее, что ты при этом не будешь христианином. И наоборот, если ты стараешься вести себя хорошо, быть приличным и порядочным, но при этом избегаешь подлинных отношений с единственным живым Богом, то, в общем, это тоже означает, что с тобой не все в порядке. Хотя, заметьте, что Новый Завет, в общем, вносит некоторые другие акценты. Да и в Ветхом Завете иной раз встречаешь слова вроде того, что благословен тот, кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Тем не менее, вот к начальствующим у Израиля обращены вот такие упреки. И еще здесь есть несколько вещей, касающихся всяческих прелюбодеяний. Иезекииль пишет об этом без смущения, вероятно, в его время это было нормальным. А для современного читателя не очень легко читать эти слова. Тем не менее, здесь об этом тоже речь идет. Но гораздо более подробно об этом пойдет речь далее. Итак, вот Господь говорит, «Ты насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего, а меня забыл», говорит Господь Бог, «меня забыл». И таким образом получается, что завет для израильтян оказывается сводом неких правил, которые можно соблюдать, можно менее тщательно соблюдать, что-то соблюдать, что тебе удобно, что-то не соблюдать и так далее. Но это не отношение с Богом. «Меня забыл ты», а Бог заключает завет не для того, или, скажем так, далеко не только для того, чтобы люди Его народа вели себя хорошо, а для того, чтобы они не забывали Его, чтобы они находились в диалоге с Ним. Теперь на это Господь говорит, «Вот я всплеснул руками моими о корыстолюбии твоем, которые обнаруживаются у тебя, всплеснул руками моими». Ну вот как так можно? Тоже заметьте, что в средние века теологи любили изображать Бога бесстрастным. Таким, да. Акибодхисатва, восседающим на облаках, сложив руки на голом жевате. В Ветхом Завете мы видим нечто прямо противоположное. Бог реагирует иногда гневно, иногда вот всплескивая руками, иногда поворачивается в нем сердце от жалости к народу. Так или иначе, Бог совершенно не равнодушен и не бесстрастен. И по большому счету для человеческой жизни это важно помнить. Важно помнить. Небеса не глухи, не бесстрастны и не мертвенны, как ледяная пустыня. Бог очень даже близко к сердцу принимает то, что с нами происходит. Итак, вот я всплеснул руками о корыстолюбии твоем и о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Вот устоит ли сердце твое, будут ли тверды руки твои в те дни, в которые буду действовать против тебя. Таким образом, речь здесь идет о том, что корыстолюбие и кровопролитие, которые Бог обнаруживает у Израиля, вызывают гневную реакцию, возмущение Бога. И это не может остаться без последствий, просто не может. Ну, то есть, вернее, могло бы, если бы, Богу было все равно. А Богу не все равно. И вот это, между прочим, одна из важнейших вещей, которая открывается нам в обличительных речах и через Иезекиилии, и через некоторых других пророков. Богу очень не все равно. Но вот то зло, кровопролитие, насилие, корыстолюбие, которое в нашем мире есть Богу, мучительно больно. И в конце концов, это тоже, заметьте, пророчество у Кристия Господнем. И вот Господь говорит, вот я сказал и сделаю, рассею тебя по народам, развею тебя по землям, и сделаешь сам себя презренным пред глазами народов. И действительно, вот это рассеяние, потеря собственной идентичности, это действительно, в самом деле, по-настоящему, результат того, как ведут себя люди, и в то же время, это реакция Бога на это поведение. Именно потому, что Богу не безразличны вот эти люди. Рассею тебя по народам и положу конец мерзостям твоим среди тебя. Вот тоже иногда нам кажется, может быть, отчасти справедливо, что Бог, разгневавшись, карает этих людей. Но гораздо важнее, что Он полагает предел на пути беззакония, предел, который не может быть перейден. Вот то, что Бог бодрствует над миром, в том числе и над народом своим, подразумевает, подразумевает, что Он не дает нам, как правило, слишком далеко продвинуться по пути зла. И тогда, когда это происходит, когда Бог противостает людям на пути зла, это именно означает то, что Ему эти люди не безразличны. Дальше короткий отрывок главы 17 по 22 стих представляет собой такую удивительную притчу о том, что происходит между Богом и людьми, как осуществляется суд Божий. В силу некоторых исторических причин мы представляем себе совершенно такую египетскую картину загробного царства, да, где на весах взвешивают сердце фараона, насколько оно было хорошим или плохим. Ну, все видели наверняка такие репродукции росписи из гробниц в египетских пирамидах. Да, но на самом деле несколько по-другому происходит. Вот Господь говорит о том, что дом Израилев сделался у меня изгорьем. Он предлагает вот какую картину. Иерусалим в этой притче подобен горнилу, в которую собраны разные металлы и серебро, и медь, и железо, и свинец, и олова, и все это с глиной и шлаками. И всякий металл, особенно встречающийся в виде руды где-нибудь в природе, конечно, перемешан с самыми разными примесями, которые при значительном нагревании окисляются, распадаются, чаще всего выступают на поверхности расплавленного металла, потому что они легче все вот эти посторонние соединения, ну и по краям тигля или на дне этого тигля тоже прикипают к нему. Короче, вот все металлы очищаются, все, что действительно ценно, а все, что бесполезно и бессмысленно и незачем не нужно, вот становятся изгорью в этой переплавке жизнь и в первую очередь драматические события истории подобные для любого, вероятно, народа, в первую очередь, конечно, для народа Божьего, вот такой вот переплавки в горниле. Огонь буду раздувать на них и расплавлю, и вот я во гневе моем и в ярости моей вас соберу, положу и расплавлю вас для того, чтобы чистый металл стал чистым и отделился от шлаков. Вообще говоря, конечно, для читателей очень неприятно, потому что ты сразу думаешь, что скорее всего ты окажешься в этом шлаке и поэтому это кажется несправедливым, несправедливым. И вроде как это же все-таки люди, какие-то, те, кто становятся изгорью, опять кажется, что так не следовало бы Богу действовать. ну вот так завет вопрос жизни и смерти. Завет вопрос жизни и смерти, поэтому Бог всегда очень четко говорит об этом разделении. Чистый металл и изгорь, серебро и изгорь, серебро, испытываемое огнем, как потом будут цитировать этот образ и апостол Петр и апостол Павел в своих письмах. И так, как серебро расплавляется в гарнире, расплавитесь и вы среди него, среди Иерусалима, и узнаете, что я Господь. Вот в этих драматических событиях истории, когда действительно все расплавляется и выгорает, то, что недостойно быть перед лицом Божьим, вот мы можем и о себе самих узнать, что мы из себя представляем. И это, конечно, тоже возможность некоторого выбора, выбора, нравственного выбора людей, которые приносят определенные результаты. Никак не будь, никак попало вот в этой переплавке, невозможно оказаться чем-то средним, не то серебром, не то изгорьем. И Господь говорит о том, что в конечном итоге история и жизнь складывается так, что твой выбор имеет однозначные плоды. Ты или будешь серебром для Бога, или изгорьем, которая выбрасывается вон. Ну и наконец, в заключительной части этой главы, собственно, Господь повторяет те обвинения, которые были предъявлены начальствующим Израиля, но уже не к начальствующим, а ко всему народу. Потому что вот эта вот картинка там, царь хороший, боярье плохие, царь плохой, хороший, боярье, или нами правит шайка бандитов, а мы вообще-то там народ богоносец и так далее. Вот это вот все на самом деле лукавство. Потому что мы все в общем едины, одинаково в своем нравственном выборе. И никакой нравственной разницы между начальствующими у Израиля и всей землею в сущности не наблюдается. И поэтому Господь говорит снова о народе, который съедает души, обирает имущество, не отделяет святого, губит души, а в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Можно себе представить какие-нибудь жутковатые режимы, которые притесняют, угнетают, грабят и убивают своих подданных, но при этом подданные друг к другу относятся хорошо, с солидарностью. Но это не тот случай. На самом деле народ точно такой же. Угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного. Теперь смотрите, кроме этих важных слов, здесь же в этой заключительной части главы Господь через Иезекииля говорит о священниках, и это далеко не последнее упоминание этой касты профессиональных верующих, потому что еще не раз и не раз Господь через Иезекииля будет к священникам обращаться и обличать их. Здесь вот он говорит священникам нарушают закон, оскверняют святыни, не отделяют святого от несвятого, не указывают различия между чистым и нечистым. Здесь пока еще в краткой конспективной форме. Господь говорит о том, что призвание священников во-первых исполнять закон, потом еще он будет говорить о том, что они должны были бы и учить закону, отделять святое от несвятого и указывать различия между чистым и нечистым, собственно, об этом и речь. Вот помогать людям, учить людей отличать черное от белого, добро от зла, правильное от неправильного, потому что на самом деле, знаете, нерв, один из важнейших нервов ветхозаветной истории в том, чтобы мы научились развлечению духов, как назовет это евангелист Иоанн в своем послании. Теперь, кроме того, что священники заняты своими делами, так сказать, да, вместо того, чтобы учить развлечению правды и неправды, добра и зла, народ Божий, но и князья их снова обращаются, Господь, к князьям, князья у них как волки, похищающие добычу, проливают кровь, чтобы приобрести корысть. В каком-то смысле можно сказать, что князья подобного рода вещь обычная. Если как-то по-другому происходит, то этому надо удивляться и радоваться. И, наконец, еще одна важная деталь. Дело в том, что в ветхозаветной религиозности, в том числе в эпоху пророка Иезекииля, в самом начале этого столетия и до него, во времена царя Иосии, да и раньше, конечно, намного раньше, существовало такое явление в Израиле, как пророки. Иногда это были отдельные люди или группы людей, которые там жили отдельно в молитве и исполнялись священного экстаза и воспевали Бога в Духе Святом. Иногда это люди, которые приходили из пустыни, как какие-нибудь ранние пророки-писатели для того, чтобы донести весть от Господа. А кроме того, как мы видим, по меньшей мере, со времен Амуса, со времен построения храма, даже Соломоном, кроме того, вот, существовала такая категория, как храмовые пророки, институциональные. Нам это кажется странным, потому что, ну, как может быть институционализированным служение пророка? Однако ж может. И вот в ветхозаветные времена было именно так. Эти пророки при храме произносили проповеди, поэтические, нередко обращались к своим современникам, ну, чтобы предложить им некоторую картину происходящего, объяснения, оправдания, там, может быть, что-то еще. И вот Господь говорит о пророке, все замазывают грязью, видят пустое, предсказывают им ложное. Князьям, князьям, которые проливают кровь, священникам, которые не учат отличать добро от зла, а требуют, чтобы к ним приходили с пожертвованиями, чтобы отличить чистое от нечистого. Вот еще тоже в отношении этих священников, которые могли бы научить отличать добро от зла, вместо этого причитают всякий раз, когда вопрос у кого-то возникает, чтобы человек пришел к ним с хорошим пожертвованием и решил вопрос. И так вот это вот все ужасное, когда и князья, и священники предают Бога, и в народе угнетают друг друга и грабят. Вот все это пророки замазывают грязью, какими-то словами делая вид, что все хорошо, что все идет так, как надо. И вот это может быть и делает всю ситуацию в Иерусалиме такой тупиковой, потому что по сути дела кроме Зекииля нет никого, кто мог бы сказать правду, даже пророки. И вот завершается эта глава удивительными словами в 30 стихе. Напомню, выше было перечислено множество разных людей, начальствующих, князья, священники, пророки, весь народ, и все они заслужили жесточайшие упреки. Господь говорит в 30 стихе «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы передо мной в проломе за землю сию, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Итак, речь о том, что Бог хотел бы увидеть, найти человека, который поставит стену вокруг земли сей и в проломе, все сразу понимают, потому что через проломы в стенах врываются в Иерусалим и в любые другие захваченные города вражеские войска, кто встал бы в проломе стены за землю сию и мог бы защитить ее, но не нашел. Оказывается, что из всего множества разнообразных людей, населяющих Иерусалим и Иудею, угнанных, и оставшихся нет никого, кто мог бы защитить землю сию от божьего гнева. Ну и не может не возникнуть вопрос, а кто бы это мог быть? Кто мог бы быть тем праведником, ради которого Бог пощадит землю, как это мы видим в споре Авраама с Богом в книге Бытия? Кто может быть этим человеком, вставшим перед Богом в проломе за землю сию? Кто будет нравственным примером, кто будет свободен от преступлений и предательств наполняющих Иерусалим? Здесь вообще без всякого ответа остается этот вопрос. Здесь в 22 главе Господь говорит «Искал я такого человека, который встал бы передо мной в проломе, но не нашел, и поэтому и залью на них негодование мое огнем ярости моей, истреблю их поведение, их обращу им на голову», говорит Господь Бог. Но, конечно, для современного читателя невозможно не задуматься о том, что вот это восклицание о том, где бы нашелся бы, где бы взять человека, который встал бы в проломе за землю сию, чтобы я не погубил ее, это, конечно, своеобразное пророчество о Христе, о том человеке, который придет от Бога, который, как потом выяснится, будет воплощенным Сыном Божьим, Бога человеком, и вот, собственно, он встанет перед Богом в проломе за землю сию, чтобы он не погубил ее. Вот такова может быть и задача, призвание Спасителя мира, почему мы называем его Спасителем. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова